друзья приветствую вас на канале кухня простая и сложная сегодня мы с вами приготовим итальянское блюдо это будет ризотто ризотто будет необычное мы его будем готовить с тыквой для этого нам понадобится рис рис я взял специальный он называется арборио тыква репчатый лук растительное масло сыр пармезан немножко сливочного масла и один главный самый главный ингредиент наверное это вино белое сухое я взял кусочек тыквы и мы его должны нарезать кубиком кубик мы режем не крупный потому что мы будем готовить вместе с рисом смотрите вот так нарезаем и делаем кубики примерно кубики по пол сантиметра нарезаем это блюдо мне очень нравится его можно готовить разными способами ну в принципе нет способ все таки наверное один готовить его можно с разными ингредиентами сегодня мы с вами приготовим вас тыквой это блюдо уходит корнями в милан то есть оттуда пошло это блюдо я очень еще люблю ризотто готовить со спаржи со свежей друзья расскажите как вы готовите ризотто с какими ингредиентами напишите в комментариях друзья если вы еще не подписались на канал подписывайтесь ставьте колокольчик все видео досмотрите видео до конца у меня будет один для вас секрет тыква нарезана переходим к луковице посмотрите как нарезать для этого блюда луковицу я разрезал напополам берем и нарезаем вот такие тоненькие полосочки мы не прорезаем жопу потом пластуем луковицу тоже не прорезая до конца чтобы она вот здесь вот держалась вот на этом месте и потом нарезаем у вас получится сразу в мелкий кубик все лук нарезан все наши ингредиенты готовы пармезан натерт лук нарезан тыква нарезана отправляемся к сковороде сковородка разогрелась вливаем растительное масло и сразу отправляем на сковороду лук жарим его до полу готовность он очень быстро сейчас обжарится мы и он порезали мелко-мелко края начали немножко поджариваться посмотрите теперь мы добавляем рис перемешиваем его с луком буквально полминутки его нужно под прокалить вместе с луком вот так смотрите он сейчас прокалится рис готов нагрелся вливаем наш самый главный ингредиент белое сухое вино вот так распределяем по всей площади перемешиваем вино должно полностью выпариться рис должен быть сухой только после этого мы будем наливать жидкость вино выпарилась полностью вливаем воду воду вливать в рис нельзя полностью нужно вливать частями смотрите нужно влить столько воды чтобы вода покрыла рис вода покрыла рис перемешивайте и даете закипеть сейчас когда закипит вода тогда я вам открою один секрет секрет ризотто на самом деле банальный и простой от ризотто нельзя отходить его нужно постоянно помешивать если вы нальете сразу всю жидкость то рис не получится он сварится будет каши комками не получится ризотто должно всегда помешиваться посмотрите первая жидкость выпарилась сухо стало вливаем следующую порцию также точно чтобы только покрыла рис сверху и такую процедуру повторяете 3-4 раза пока рис не будет полностью готов итальянцы готовят этот рис говорят что он с косточкой то есть он аль денте почти что готов полностью но чуть-чуть маленькая хрустинка в нем есть вы можете готовить так как вам нравится вы можете его немножко добавить больше жидкости еще чуть-чуть поварить и он будет более мягкий более разваристый поэтому все на ваше усмотрение посмотрите рис стал развариваться начал давать клейковину вот в этот момент мы добавляем тыкву добавляем тыкву и перемешиваем также постоянно нужно помешивать самое последнее мы будем с вами добавлять пармезан соль и немного сливочного масла вот посмотрите какая консистенция получается вот в этот момент нужно добавить сыр пармезан я добавлю не весь чтобы оставлю немножко для подачи солю солите сразу немного лучше потом еще чуть-чуть подсолить перемешивайте пармезан тоже даст немножко свою вязкость и обязательно мы добавляем такой хороший кусочек сливочного масла и перемешиваем блюдо практически готово сейчас масло растает остальная жидкость еще впитается и выпариться у меня тыква не разварилась я люблю чтобы она была кусочками если она у вас немножко расползется ничего страшного вот такая консистенция получается посмотрите такая достаточно вязкая вот буквально еще минутку я сейчас попробую на соль чем посолить не отлично ризотто должно в тарелке немножко растекаться оно должно быть не не жидкой кашей такой вот каша образно такая консистенция должна быть и как я уже говорил нужно постоянно помешивать ура ризотто готова посмотрите какая консистенция немножко вязкая выкладываем в тарелку можете делать это порционно в общее блюдо как вам будет угодно посмотрите какая красота на это количество риса я израсходовал примерно литр воды чуть чуть больше давайте украсим маленькими соцветиями розмарина вот такими финальный момент посыпаем ризотто сыром пармезана статом до украшаем веточкой розмарина друзья ризотто готово желаю вам приятного аппетита зовите всех столу увидимся друзья фантастика ризотто с тыквой заходите на канал подписывайтесь смотрите пробуйте готовьте желаю вам приятного аппетита